А вы сейчас SEO-оптимизацией занимаетесь, да, у вас есть? Это как один из инструментов. Опять же, может быть, повторюсь немножко. Есть задача, допустим, продвинуть продукт МТС-координат. Есть решение создать ролик, запустить рекламу на YouTube через Google AdWords, запустить рекламу на Facebook, создать целевую страницу, запустить рекламу на целевую страницу, запустить вот эту поисковую оптимизацию на целевой странице. То есть, в принципе, вы получили полноценно заказ от такого крутого заказчика, как МТС. Не на одни ролики, а вообще полностью на продвижение координат. Да, мы стараемся всех наших заказчиков, они входят, грубо говоря, в воронку через какой-то один из инструментов, а в дальнейшем мы им показываем просто преимущества для них, используя те или иные инструменты. Здорово. Ну, это вот очень хорошо, когда есть возможность много каналов продвижения, если ничем-то узким. С одной стороны, что советуют какую-то одну нишу выбрать, тогда легче будет продвигаться, а вы так нахрапом взялись. Ну, вы начали, по-моему, как я поняла, именно с SEO, да, продвижение, а потом стали расширяться. Да. Ну, в 2006 году, когда мы только начинали, тогда других инструментов-то не было. А вот, кстати, вопрос насчет SEO. Говорят, что оно умирает, и что оно уже и не нужно будет никому. Ну, не то, что оно умирает, оно не умрет никогда, потому что поисковые системы живут, и бесплатный трафик всегда лучше, чем платный трафик. Это понятно. Другое дело, что меняются алгоритмы поисковых систем, и труднее становится манипулировать поисковыми системами. То есть, если раньше, в том же самом, в 2006 году достаточно было прописать мета-фейверс, да, ключевые слова, и много раз, много раз на страницу упомянуть это ключевое слово и уже быть на топовых позициях, то сейчас просто за это банят поисковые системы, и это уже не работает. То есть алгоритмы сложнее. Сейчас работают поведенческие факторы. То, что люди заходят на ваш сайт, им интересно, они там длительное время проводят, они много раз туда возвращаются, они контактируют, они смотрят, опять же, те же самые видеоролики на вашем сайте. Поисковики же это все видят. Там у вас стоит тем более Яндекс.Метрика, либо Google Analytics, да, либо просто если у вас тулбар какой-либо стоит. Поисковые системы это все видят. Сколько времени на вашем сайте люди проводят, интересно, неинтересно. Перешли они с поиска на ваш сайт, вернулись они обратно в поиск, либо дальше по вашему сайту, по вашим страничкам бегают. Это все они считают, анализируют, и это все как факторы. Это как, ну, как сказать, как элементы. Это нельзя сказать, что вот мы сейчас видео разместим на сайте, чуть-чуть время, ну, длительность пребывания на ресурсе у вас увеличится, и сразу же вы в топуск оконюте. Нет, одного критерия недостаточно. То есть, наверное, можно сделать такие выводы, что раньше SEO можно было быстрее запустить, сделать какие-то манипуляции, с помощью которых вы там окажетесь в топе 20 или еще что-то. Сейчас это долговременные проекты, нужно очень много всего сделать, чтобы добиться каких-то результатов. И многие просто не готовы были к этим перестройкам, да, и подумали, что это неэффективно стало, уже и решили, что SEO умерло. На самом деле, к нему просто подход немножко нужно поменять, точнее, немножко кардинально поменять подход к SEO. Ну, тут на самом деле, если...